Всем привет, любители артопилота! В этом видео я покажу несколько хитростей при работе с Mission Planner при анализе логов и буду анализировать журнал полетов своего Атамерси Дельфин. Это у меня первый полет на нем был и я его подробно разберу для вас. Для начала несколько хитростей по работе с Mission Planner. Во-первых, как известно сейчас обновилась прошивка вышла версия 4.1 стабильная. Если вы не обновили Mission Planner, то самое время это сделать. Делается это следующим образом. И вообще при работе с бета-прошивками если вы бета-прошивку используете то крайне рекомендуется использовать бета-версии Mission Planner. Делается это нажав на меню Help, вот на эту кнопочку Help и нажав на Check for Beta Updates. Это рекомендуется делать, когда вы работаете именно с бета-версиями прошивок, поскольку иначе могут некоторые функции работать некорректно. Некорректно работали не работала страница настройки пидов в версии 4.1 бета какая-то там третья или четвертая поскольку маленько разработчики поменяли механизм работы пидов и собственно нужен был новый Mission Planner чтобы корректно отображалось это окошечко. В новой версии версии Mission Planner когда открываешь лог можно нажать на checkbox Show Params и откроется собственно список параметров которые Mission Planner извлекает из этого лога что очень удобно при анализе лога допустим когда кто-то просит проанализировать лог и тебе нужно понимать как там что вообще настроено проверить там приарм чеки включены или арминг чек вот мне там что-то вот так вот у меня было настроено то есть снята галочка логин available потому что у меня была проблема что там с флешкой что-то ненормально было и логи не писались вот то есть такая интересная функция и весьма полезная ладно поехали анализировать кто-то какие-то неприличные фигуры высшего пилотажа оказывается рисовал людям которые в космосе за мной наблюдают ну да ладно первые полеты были на пидах по умолчанию и автотюн я не делал и что мне хочется отметить для дельфина дефолтные пиды подходят просто изумительно вы просто посмотрите как дезрол следует за роллом ну просто отрабатывает один в один дельфин летает как вкопанный но надо сказать что ветра не было в этом полете и задача была довольно таки легкая для него но управляемость мне очень понравилась на дефолтных пидах желание там какой-то автотюн запускать ну просто нету потому что летает просто замечательно это что касается пидов далее у меня было желание проверить вибрации как всегда на пикс рейсер имеется два акселерометра один из них это старый добрый мпу 9250 который хорошо переносит вибрации а второй такой себе ICM 20608 и как можно посмотреть по журналу полетов как раз вот этот ICM и уходит в клипинг насыщение то есть когда я давал ему жару именно давал ему 100% газ сейчас я выведу индикатор уровня газа сетюн тратал аут умолчание да можно еще вывести RC аут так это не газ газ у меня 6 то есть можно увидеть как я даю ему хорошенько просраться газ около 100 так сразу это ICM начинает клипинговать вот газ 100 у него клипинг пошел снова газ 100 клипинг газ 100 клипинг скажу что в полете это никак не проявлялось то есть я абсолютно не знал что у меня на одном аксельрометре повышенные вибрации никаких надписей не уводилось на DJI в PV OSD и в управлении это никак не сказывалось то есть я абсолютно этого не замечал так хорошо с горем пополам нашел прямолинейный участок полета когда я не трогал стики то есть летел ровно как вижу в этот момент времени I по Roll равняется 0,6 и I по Pitch равняется 0,6 эти параметры весьма близки к нулю значит можно сделать вывод что самолет триммировался довольно таки хорошо да и полет в мануале подтвердил все то же самое поскольку самолет в мануале летел ровно слушался хорошо то есть вел себя как надо далее чтобы хотелось показать и начнем заострить маленькое внимание и показать еще один лайфхак я всегда использую компас и вообще я сторонник использования компаса на летательных аппаратах GPS модуль с компасом я использую TS100 фирмы радиолинк и расположен у меня вот здесь как видно имеются две магнитные два магнитных диска вот здесь которые потенциально могут влиять на компас также имеются металлические винтики вот здесь и имеется силовой кабель ведущий вот так вот когда и также здесь ставится батарейка также я летал на литий-ионках которые славятся своим негативным влиянием на компас вот так вот у меня организована было место то есть тут одна литий-ионная сборка 18650 и впереди одна сборка 18650 как видно задняя сборочка литий-ионная довольно таки близка к компасу что может потенциально негативно на него влиять давайте я сейчас покажу так ли это влияет ли оно вот этот полет был совершен на литий-ионках как проверить работу компаса нормально он чувствует себя или нет очень легко делается это следующим образом для этого необходимо выбрать xcf4 далее ядро их у меня два поскольку два аксельрометра и выбрать график см magnetic field variance так я уберу карту на этом графике значения больше 0,5 считаются уже негативными то есть значит компас имеет какую-то погрешность и его показания отбрасываются фильтром калмана как видно по этому графику периодов когда значение значение этого графика больше 0,5 довольно таки небольшое о чем можно сделать вывод что компас чувствует себя ну довольно таки неплохо в этом месте несмотря на близость литий-ионные сборки имеются такие всплески сейчас я давайте попробую выведу бат и current попробую вывести зависимость от потребляемого тока и действительно данные всплески погрешности компаса совпадают с моментами когда имело место повышенное токопотребление значит все-таки действительно литий-ионные ячейки влияют на работу компаса но влияют незначительно поскольку негативного воздействия я не заметил да имеет смысл также посмотреть как вообще чувствует себя барометр для этого я выложу графики baro alt и gps alt и смотрю как они между собой коррелируют gps alt как видно разница между ними есть поскольку все-таки gps там отчитывается от высоты на уровне моря я вижу что минимальное значение высоты по gps 726 метров поэтому я делаю следующий финт ушами щелкаю по этому полю и ввожу минус 726 точка 68 и снимаю галочку ставлю заново и теперь получается у меня график gps привязан к нулю начинается от нуля как видно график неплохо коррелирует да имеется отличие по высоте между gps и барометром это неизбежно поскольку датчики разные работают по разному бояться этого я считаю не нужно главное что нету больших выбросов высоты по барометру и по gps а значит датчики ведут себя прилично пожалуй на этом и все если информация была полезна ставь лайк подписывайся на канал если есть вопросы какие-то по ордопилоту пиши об этом в комментариях постараюсь ответить возможно даже разобрать в следующих видео также есть мысль провести какой-то интерактивчик если это интересно опять же пиши в комментариях на какую тему я постараюсь подготовиться также можно допустим будет прислать какой-то лог я в режиме реального времени попытаюсь его разобрать до новых встреч пока-пока